Однажды Такой классически небрежно, и я не утону в своих слезах, не потеряв застенчивую нежность, не потеряв застенчивую нежность, не обрету сомнительный покой, не спосланный, как примирение свыше, поняв, что кто-то очень дорогой, Поняв, что кто-то очень дорогой, далек и никогда не станет ближе. Забыв к себе настойчивую жалость, я на любовь последнюю свою, я на любовь последнюю свою, я на любовь последнюю свою, поставлю все, что от меня осталось. Как эфемерная хрупка человеческая жизнь, и как страшно, что в одночасье могут померкнуть ее краски, и как бы ты ни жил, наполнено, интересно, все может отобрать болезнь, которую называют чума 20 века. Когда я уезжала, ну, была в Турцию с дочкой, она на подозрение взяла и сказала, вот приедем в Яку, сразу на маммографию надо показаться. Ну, я ничего, никакого чувства болезни, ничего не было, как была, так и была. Да, приехали 1 сентября к онкологу, мы пришли, и она сразу у меня анализ взяла и сказала, что у меня рак левой груди. Ну, сперва меня как будто бы обухом ударило по голове. Ой, ой, как это, откуда это, и зачем мне этот рак? Была мода в то время чистить кишечник, помните, чтобы похудеть, очищали. Вот у меня, значит, коллега вышла с отпуска, говорит, Людмила, хочешь пройти процедуру очищения, колоноскопии называется. Болезненная, я говорю, очищение. Ну, в общем-то, все проходили, никто ничего не жаловался, но я решила тоже пройти эту процедуру, договорилась с врачом и стала ходить туда, только после работы, потому что во время работы было невозможно. Я приезжала поздно, часов в пять, в шесть, он лишь первый день чистит, потом, говорит, еще надо чистку провести, второй день чистит. На третий день он, наконец, говорит, уже возможно провести осмотр. И во время осмотра он устанавливает, находит опухоль. И сразу же говорит, я беру анализ на биопсию, потому что опухоль, мне это не нравится, но это врач. Он взял на анализ и через 10 дней сказал, придете, уточните. И биопсия показала, что это опухоль, называется аденома карцинома. Слокачественная. Да, слокачественная. Каждый год проходила обследование в белой розе нашей, и один год единственный пропустила по боли. Да, белая роза, это наша замечательная клиника по женскому здоровью. И один единственный раз пропустила по болезни мамы. И вот за этот год, получается, когда уже пришла через год, у меня уже третья степень, стадия молочной железы. Сразу же отправили, вот в 17-м году прооперировалась. И просто сейчас, пользуясь случаем, сразу хочу сказать всем женщинам, чтобы... Вот замечательный у нас центр по выявлению женских заболеваний, белая роза, очень быстро, очень удобно прошел. Сразу за час всех специалистов. И уже с готовым результатом, ты знаешь, здоров, можешь ходить спокойно. Ну, проверяться надо каждый год. Сейчас я тоже стараюсь там уже проверяться. Конечно, как гром среди ясного неба, или как? Как-то я, вот многие как бы шок переживают такой, а я почему-то как-то спокойно отнеслась. Может, потому что как раз в этот период у меня очень тяжело болела мама, инсульт она перенесла как раз только. И была парализована. Да, и поэтому как-то у меня не было такого шока. Этих женщин объединила общая беда. Учительницу Новикову Светлану, арбитражного судью Жарникову Людмилу, тренера по скандинавской ходьбе Наталью Гоголеву. Может, скорее, даже не беда, а борьба за новое качество в жизни. И в этой борьбе они одерживали свои личные победы. Не считаю сейчас себя больной. Я уже к выздоровлению. Меня это радует. И в этом помогли, конечно, мои врачи и, конечно, Капитолина Капитоновна. Я председатель пожилых 18 лет в деревне. У меня 68 человек. В Илюське в деревне 800 человек, и там 9 человек онкологии заболели. А сколько умерли? А из них в 2018 году мы прибавили строе. Из них один уже неделю назад умер. И вы знаете, сколько человек сейчас болеет сидеть дома? Большинство, наверное, не работают, никуда не уходят. И те, которые даже болеют, в больницу не показываются. Уже всё. Раз у нас онкология, мы уже обречены. Не надо так вообще думать. Надо бороться изо всех сил. Надо найти такой путь, чтобы самой легче было, самим легче было и людям вокруг тебя. Если ты с таким настроением будешь сидеть дома, ну, по магазинам, встречаться с родными, с подружками, у них тоже настроение упадёт. Мне сейчас даже некоторые не верят. Я на все мероприятия хожу и всегда участвую. Вчера одна это борча. На дискотеке? Конечно, осухо, и там танцы. Конечно, и там друзья говорят, вы сказали, что заболели раком. О, меня уже отрезали, бросили, не знаю, куда лежит этот рак. Я спокойно восприняла, я продолжала тренировки. Я ходила до последнего, делала химиотерапию и ходила, занимаясь скандинавской ходьбой, при этом вела тренировки до операции. Потом сделали операцию, потом ещё три курса химиотерапии, 25 лучевой терапии курсов. Ну, всё как-то, не знаю, очень легко всё пережилось мне, потому что рядом друзья, родственники. Скандинавская семья – это очень большая вообще подмога. Люди, которые замыкаются, я их много видела в онкологии, они уходят в болезни, и, мне кажется, тем больше это всё развивается внутри, нежели чем когда ты… Ну, нужны обязательно положительные эмоции, нужно общение с природой, мне кажется, обязательно, потому что природа наша лечит. И очень приятное общение. Я выходила на концерты, как бы мне плохо не было, меня девочки вытаскивали и в кино, и на концерты, и в театр мы ходили. Ну, мне кажется, рак сейчас не столь страшен, как раньше. Что помогает жить? У меня вот есть родная сестра, вот, и у неё четверо детей. Они сейчас трое здесь в городе, у них свои дети, внучатые, дети сестры, их дети, её внуки, её правнучатые, они как-то вот меня окружают теплом, заботой, брата моего, дети. Вот, они окружают теплом, заботой, вниманием, так же, как и я, к ним отношусь, я их люблю, они меня любят, поэтому стараюсь им помогать, чем могу. Вот кого-то там машины куда-то отвезти, привезти, они мне помогают машину отремонтировать или ещё что-то. В общем, вот эта забота друг о друге, о своих родных, близких, о сестре родной, вот это помогает, поддерживает. Потом подруги, я занимаюсь скандинавской ходьбой, и вот этой скандинавской ходьбой в гору стимул. Слышали, наверное, стимул? С этой операцией разве можно? А как же, а наоборот надо. Движение, жизнь, да, конечно. Если бы вот не помощь, сначала было очень тяжело, у меня супруг ушёл из жизни после того, что вот в 2009 году, вот после такой же, вот у меня химиотерапия только закончилась, он пережил буквально месяц в пять и ушёл из жизни. Вот. Потом очень тяжело заболел брат. У него в онкологии поджелудочной железы. Тоже, что? Брат ушёл, да, в 2012 году брат ушёл из жизни по онкологии. Поджелудочная железа незалечима оказалась, четвёртая стадия. Вот. И, конечно, вот эти... При такой ситуации забываешь про свою болезнь. Потому что тут уже близкие дети, брата, супруга его, сестра родная. Вот как-то всё переплетается, поэтому про себя забываешь. И начинается жизнь их, их поддержка. Если бы не было поддержки их, не было поддержки друзей. Потом вот то, что я познакомилась очень с клубом «Стимул». Много знакомых, много друзей. Образовались группы. Вот эти выезды на природу. Это очень-очень поддерживает, очень помогает. Дорогая Капитолина Капитоновна, прочитала вашу книгу. Очень сильное впечатление. Такая обжигающая, беспощадная откровенность, прежде всего по отношению к себе. Спасибо за такую суровую и честную исповедь, полезную и поучительную для всех. Это отзыв философа Свинобоева Сергея о книге Капитолина Алексеевой «Настанет день». На себе, испытав все перепития борьбы за выживание, Капитолина вступила в её новый этап. Мы начали этот проект в этом году «Антирак. Поддержка выживших». Почему мы затеяли этот проект? Потому что лечением все занимаются, диагностикой все занимаются, но после того, как мы все пройдём через все круги ада, после операции, после химии, после радиологии, мы практически предоставлены сам себе. Я не знаю, как вы, но лично я была совершенно одна со своей бедой. И никуда не придёшь. Везде говорят, вот вам всё сделали, а что вы ещё хотите? А мы хотели что? Мы хотели помощи. Мы хотим всегда, чтобы поддержка была, чтобы был психолог, который... Мы же получили страшнейшую травму. И наши близкие, наша семья тоже, они же ещё больше, по-моему, мне кажется, иногда даже, что они больше пострадали. Потому что они же должны ничего не показывать, как они переживают, ещё должны нам помогать, ещё должны переговоры где-то вести, кого-то подкупать, кому-то взятки давать, кому-то что-то делать. Новое дело, оно всегда трудно. У нас уже вот в этом каждый месяц мы собираемся, на самом деле. И в этом плане нам, конечно, очень хорошо, у нас удачные партнёры. Кто партнёры проекта? Давайте, значит, их назовём, да? Значит, музей, наш музей. Аса Львовна очень хорошо поддержала. Ей соответственный назначенный, Олечка Фролова. И прямо вот мы очень благодарны. Сидим в красивом помещении, да? Помещение, окружение – это тоже хорошая психологическая поддержка, на самом деле. Так, потом первая поликлиника в лице Эверстова и Алевтины Васильевны. Она наш депутат. Она очень поддержала, молодец. Анкодиспансер Лена Николаевна Афанасьева. Там вообще вот мы вместе собираемся всю работу проводить. И Центр профилактики Никитина Алена Михайловна. Вот это наши партнёры, это наша поддержка. И Сахалайф. София Бульчакей тоже наш партнёр теперь. Поэтому, кто ещё хочет к нам присоединиться, мы будем только рады, потому что эта работа новая. Она новая не только в Якутске, она новая по всей России, потому что реабилитация онкологических больных такой работы не ведётся нигде. Нигде, ни в одном городе. Это мы, общественная организация, некоммерческая организация, по своей инициативе просто хотим помогать. Значит, было бы очень хорошо, если бы у нас были специально подготовлены онкопсихологи, онкодиетологи, онкореабилитологи. Вот как бы было хорошо. Но их у нас нет. Но я вот недавно узнала в интернете, что такие курсы уже в Москве начали организовывать на коммерческой основе. Потому что коммерческая основа – это уже все платные поликлиники, скоро такие будут предлагать, но, конечно, там цены будут совершенно другие. Хорошо было бы, если бы государственная политика была бы… Ну, допустим, выделяли бы по штатному расписанию, чтобы были психологи. В онкодиспансере, мне кажется, даже психологов нет. И в больницах тоже психологов нет, которые работают. В поликлиниках нет. А ведь это же особые больные, те, которые выжили. Человек, который проснулся в реанимации, он уже выжил. И этот уже считается выжившим. И с этого момента у человека начинается новая жизнь. Совсем новая. И мы же все чувствуем, как мы все изменились. Мы все изменились. Эта жизнь наша поделилась на до и после. Не знаю, но у меня точно. У меня точно. У нас физическое состояние изменилось. У многих внешности изменились. Значит, у некоторых, которые волосы повылазили после химии, а потом выросли другие, и другим цветом волосы. Или же у кого были прямые, стали кудрявые. Ну, это на самом деле так. На самом деле так, да. Кто-то сильно похудел. Ну, поэтому мы, то, что было до, и теперь то, что после, это мы разные люди. И поэтому, конечно, тут психологическая поддержка очень нужна. У проекта появилось много союзников. Деятельных, сострадательных. Ольга Фролова, известный Барт, сотрудница Национального художественного музея, стала куратором проекта «Антирак. Поддержка выживших». Терапия искусством, это все об этом знаем. Во-первых, это среда. Это не больница с унылыми этими стенами, с людьми, у которых взгляд такой, да, потухший, тяжелый. Это очереди. А здесь сама среда музейная лечит. И этот вот зал, в котором мы сейчас находимся, зал графики, галереи зарубежного искусства, сами картины, Рембрандт, Дюрер. Да, сама атмосфера, она такая камерная, лечебная. Мне, конечно, и сама я как стала соучастником, потому что проникаешься к судьбам людей. Продумываем каждый раз план, наметили план, куда мы пойдем, что мы будем делать. Ну, у нас, как музей, это, конечно, выставки, да, какие-то мастер-классы, концерты. Первая встреча у нас прошла в городе. Мы поехали на объект, на арт-объекты Пятой Биеннале современного искусства. И люди посмотрели, что у нас снова появилось на улицах города. И мне было очень приятно, что какое-то такое, что-то я открыла новое, да, потому что люди не видели этих объектов. Вроде живем рядом, но не видим. Озеро Щерца, это муралы, это роспись по мотивам Лены Гоголевой расписывали, да, там мы работы посмотрели приезжих художников. Посмотрели мы снеговые очки возле Института культуры. Они очень интересны, как мы посмотрели в космос через эти очки. Это тоже такая своеобразная терапия, я думаю, да. Все мы, конечно, ходим под Богом, есть такое выражение, да. И я по-особому стала смотреть на людей, и я поняла, что нас воспитали, может быть, нас воспитывали, может быть, не так, да, все в строгости, мы не должны говорить, мы не должны все это высказывать, мы должны хранить эту тайну. Но после второй встречи моя знакомая, которая болеет, она написала... После онкологии. Онкологии. Она сказала, спасибо большое, мне помогли, мне помогли. Вот она пришла и сказала, мне помогли, дай Бог. И я знаю, что очень многие не хотят, очень многие боятся. А я вот считаю, что не надо бояться, надо говорить смело, и может болезнь тогда отступит. Нужно быть смелым на какой-то шаг эти, да. И этим показывать людям, что все в наших силах. И, конечно же, сила, когда мы вместе. МИРУ КУТАЛСЯ СВЕТОМ МИРУ КУТАЛСЯ СВЕТОМ Я ТЕПЕЙ СПЛЮ СПОКОЙНО И ВИДЬ ИСТИНА В ЭТОМ ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БОЛЬНО МИРУ КУТАЛСЯ СВЕТОМ ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БОЛЬНО 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 ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 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 БЫ Субтитры создавал DimaTorzok